МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Разработана целая стратегия до 2050 года. Охрана труда как один из инструментов. Что касаемо новых вводных Трудового кодекса, то к ним относятся такие. Например, это запрет на работу в опасных условиях труда, организация безопасности рабочих мест с учетом требований Минтруда, учет микротравм, полученных на рабочем месте и обязательно использование средств индивидуальной защиты. Как будет на практике реализовываться народосбережение, например, в области здравоохранения, расскажут гости нашей студии. Это Грек Вячеслав Анатольевич, председатель Тверской областной организации профсоюзов работников здравоохранения. Светлана Николаевна Прокопенко, технический инспектор Центрального комитета профсоюзов по Курской области. И Светлана Владимировна Охотникова, председатель Курской областной организации профсоюзов работников здравоохранения. Гости в студии из Курской области. Они поделятся своим опытом с тверскими коллегами. Итак, нельзя не отметить действия такой цепочки, как сбережение медиков, сбережение пациентов. Все это взаимосвязано. Пандемия коронавируса показала многие слабые моменты в области охраны труда. В частности, согласитесь, ведь когда медперсонал на больничном или же в принципе учреждение испытывает дефицит кадров, то о какой качественной помощи может идти речь? Да, я совершенно соглашусь с этим высказыванием. Потому что на сегодняшний день, особенно за последние два года, мы увидели, когда пришла к нам пандемия, наши слабые места. Особенно в условиях охраны труда. Сложно было первые месяцы, когда не все были средства индивидуальной защиты. Очень большая была заболеваемость как пациентов, так и населения, так и медицинских наших работников. Но, слава богу, вместе, вот у нас в Тверском регионе, вместе с Министерством здравоохранения, активно участвовал Парфсоюз в этом деле. Все были обеспечены средствами индивидуальной защиты. Но на сегодняшний день, значит, все-таки меняются условия, появляются новые внешние воздействия, это санкция. И должно, конечно, у нас поменяться отношение к защите наших, как работников медицинских, так и населения Тверского региона. Поэтому, ну, и не только у нас в Тверском регионе, конечно, это во всей России изменения происходят. Но, поскольку нормативно-правовая база уже готова, нам нужно эту нормативно-правовую базу внедрить в практику. Вот поэтому сегодня мы и собрались вместе со всеми руководителями учреждений, медицинских учреждений Тверского региона, со специалистами по охране труда, представителями работников, это в лице профсоюза, работников здравоохранения. И пригласили на наше такое совещание, расширенный пленум по охране труда, специалистов из Курской области. У них это поставлено на очень высоком уровне. Они уже все нормативно-правовые акты внедряют в жизнь. И поэтому мы попросили их приехать к нам и поделиться их опытом. Для того, чтобы тоже у нас были созданы нормальные условия труда для наших медицинских работников, чтобы кадры оставались в Тверской области, с учетом того, что у нас рядышком Москва, и многие уезжают в Москву. Но если у нас будут хорошие условия труда, не только в городе Твери, но и в районах Тверской области, то я думаю, что медицинские работники будут оставаться в наших медицинских учреждениях, а наше население Тверской области будет получать качественную и доступную медицинскую помощь. Мы сейчас говорим о таком термине, как народосбережение. Расскажите подробнее о его значении и на кого оно нацелено. Здесь, понятное дело, что цель-то, собственно, прямая. Указом президента все изменения, которые сегодня проводятся в законодательстве об охране труда, они направлены на реализацию той политики, которая у нас сегодня определяется президентом, в первую очередь. Это, вот, я хочу сказать об указе, в котором утверждена концепция демографии населения, и одним из разделов, который является снижение уровня травматизма трудоспособного населения, сокращение заболеваемости. То есть, в принципе, целью для решения этой проблемы именно сокращения травматизма является система управления профессиональными рисками. То есть, это те изменения, на которых строится сегодня новый раздел Трудового кодекса, это 10-й раздел, и ряд нормативных актов. Сегодня правила по охране труда, сегодня требования к разработке локальных актов организации, они построены все, то есть, зависят все от профессиональных рисков. Поэтому это сегодня важная работа, выявить риски, оценить их, и вести за ними постоянный контроль через проведение мероприятий. Конечно, чтобы это реализовать, мало одного, как говорится, поставленной цели. Работодатель в этом тоже должен заинтересован быть, потому что он, конечно, несет большие издержки при производственном травматизме. Это не только издержки работодателя, но и издержки государства. Вот сегодня на расширенном пленуме, как раз об этом и говорил представитель Фонда социального страхования, о том, что средства значительные, связаны с потерей, потери значительных средств, государственных средств, связаны с потери, связанных с травматизмом, профзаболеванием. Поэтому необходимо начинать от работы новая, работа с профессиональными рисками. Она, хотя в законодательстве и ранее о ней говорилось, но сегодня уже конкретизирована обязанность работодателя, определенный ряд рекомендаций, есть стандарты, с которыми придется работать. То есть, в принципе, то, о чем сегодня с Вячеславом Анатольевичем мы говорили на расширенном пленуме. Существуют ли компенсации? Ну вот, на данный момент мы по старому законодательству, по новому, за травмы на производстве. Ну, компенсация в каком плане? Травма на производстве, она оплачивается работнику полностью 100%, независимо от стажа его работы. Вот, поэтому все издержки, связанные с травмой, несет, будем говорить, сегодня государство, и даже не работодатель. Надо все равно заинтересовывать как-то работодателя. Сегодня есть проблема в том, что не все работодатели используют возможность вернуть возвратные средства Фонда социального страхования и направить их на предупредительные мероприятия по охране труда. Это тоже спецоценку, проведение обучения, приобретение спецодежды или проведение медосмотров. То есть, есть документ, которым предусмотрен вот этот порядок. То есть, это сегодня, уже сегодня нужно делать эту работу. Это возможность, так как у нас в охране труда нет целевых средств. Охрана труда у нас финансируется за счет прочих мероприятий. Вот эту возможность, которую сегодня дает Фонд социального страхования, ее должны использовать каждый работодатель. Ну, уровень травматизма есть, но он незначительный по сравнению с тем количеством медицинских организаций, которые есть в вашем регионе, да и в нашем тоже. Это сегодня первостепенная проблема, что не все работодатели берут те деньги, которые их деньги, то есть, возвращают свои деньги. Ну, вот знаете, вот пандемию коронавируса столкнулись с такой, с таким явлением, да, как инфицирование на рабочем месте. Это же сплошь и рядом коронавирусом. Это же такая, такой опасный вирус и, собственно, здесь, конечно, конечно, здесь большая роль, опять же, государства и забота о медиках. Это принятый указ 13, указ президента. Но, к сожалению, специфика нашей отрасли построена так, что кроме медицинских работников в медицинских организациях работают немедицинские работники, которые, какая-то категория медицинских работников обеспечивает оказание качественной медицинской помощи, а какая-то категория, например, медицинские психологи, они входят в стандарты оказания медицинской помощи по отдельным направлениям заболеваний, но они не отнесены к медицинским работникам. И указом вот эта позиция не предусмотрена. То есть федеральным законом вот эта категория работников не учтена. Поэтому профсоюзам, не только нашими региональными отделениями, но и целым Центральным комитетом профсоюза неоднократно ни одно письмо было направлено в адрес правительства с тем, чтобы расширить действие указа. То есть расширить, чтобы он распространялся не только на медицинских работников, но и работников, оказывающих содействие в оказании медицинской, обеспечивающих оказание медицинской помощи. А сейчас проверяемся на короткую рекламу. Не переключайтесь. Это программа тема дня. Мы продолжаем разговор. Напоминаю, что сегодня мы беседуем о новых поправках в Трудовой кодекс, которые касаются правил охраны труда. Итак, мы говорим в частности, опираясь на опыт работников здравоохранения, затрагиваем массу проблем, массу вопросов, которые существуют не только в нашем регионе, но и в других соседних регионах. Гости в студии у нас работники организации курских профсоюзов. Хотелось бы вопрос такой задать. А как скажутся нововведения, о которых мы говорили, в частности, которые направлены на минимизирование микротравм на рабочем месте, в принципе, травматизации работников, как они скажутся на работодателях? Ведь на них будет огромная ответственность, в частности, организации рабочего места по всем правилам, учитывая рекомендации Министерства труда. Вы знаете, опять же, вернусь к оценке рисков, то есть, к управлению профессиональными рисками. Это важная составляющая всей той системы управления охраной труда, которая должна быть сформирована в любой организации, в медицинской, немедицинской. То есть, это сегодня определено политикой государства. И вот, через работу с рисками, мы говорили, вроде как, важный этап спецоценка. Да, это тоже составляющая часть, но спецоценка, она тоже входит в профриски. И поэтому, когда мы работаем с рисками, эта работа непрерывная, постоянная, то есть, постоянно направлена на какой-то контроль. И вот, важное значение здесь имеет, конечно, и профсоюз, потому что система управления работает только в том случае, если все стороны в ней участвуют. Это значит, и работодатель, и государство, и работники. Вот, сегодня работникам дана возможность непосредственно самим участвовать в управлении системы охраны труда, в определении опасности, в работе с рисками. И работодателям, конечно, эту работу нужно проводить, начинать проводить уже сейчас, потому что это проблема. Это, предполагается, что именно профриски станут важным фактором в предупреждении травматизма. А можно ли, если заглянуть немножко в будущее, предположить, что вот эти самые поправки как-то будут работать, то есть минимизируются риски? Будет ли это так? Можно какие-то прогнозы дать? Ну, конечно. Безусловно, работа по управлению профрисками, она динамическая, она будет строиться на таком системном глубоком анализе. И это позволит постоянно совершенствовать нашу работу именно в части улучшения условий охраны труда. Надо отметить, что работа медиков, она всегда была связана с рисками, в частности, биологическая опасность в связи с нынешними событиями, нынешней обстановкой, учитывая, что на территории соседнего государства были найдены биолаборатории с подозрительными разработками, наработками, что можно тоже об этом сказать? Ну, прежде всего, есть определенные меры, у нас будут риски, ну, допустим, малозначимые, если вот разбирать, какие-то средние уровни риска и высокие риски, где полностью создаются опасность работы на рабочем месте. Мы знаем, что новые поправки запрещают проведение работ на рабочих местах с опасными условиями, то есть здесь рабочее место надо останавливать и принимать какие-то меры, об этом опять же мы сегодня говорили. Но если говорить о биологическом факторе, это фактор неустранимый в работе не только медицинских работников, я повторюсь, но и работников тех медицинских организаций, не медицинского персонала, он тоже у них присутствует. Опять же, коронавирус этому подтверждение, у нас болели и статистика есть смертельные случаи. От административно-управленческого аппарата до уборщиков, санитарок, сторожей. Поэтому важным здесь фактором, конечно, это те же мероприятия, это обеспечение санитарно-гигиенических требований по каждому рабочему месту, обеспечение спецодеждой, средствами защиты. И ковид нам показал, что это работы, то есть с помощью тех средств защиты, которые были разработаны у нас в нашей стране, наши медики использовали, это защищало их от заболевания, работа, пример работы в красных зонах. Ну и конечно постоянный контроль. И контроль не только со стороны работодателя, здесь важна роль профсоюза. Контроль на местах, через наших уполномоченных, которые работают в структурном подразделении. Вот оттуда будем говорить все идет. Если ответственно работает уполномоченный по охране труда профсоюза, выполняет свои обязанности, риски в этих подразделениях, они будут значительно ниже, нежели в тех подразделениях, отделениях, где не ведется контроль. То есть мы предлагаем, профсоюз предлагает избирать уполномоченных в подразделениях, увеличивать штат, мы проводим учебу с ними, готовим методическую литературу. Я хочу добавить еще, что в этом году сделаны определенные послабления для учреждений, для бизнеса, в плане проверок надзорных органов. И поэтому некоторые работодатели ослабили работу в области охраны труда. И вот здесь как раз всего на сегодняшний день именно профсоюз приходит на помощь для того, чтобы сохранялись нормальные условия труда для наших работников. И более того, вопрос тут был такой о том, выгодно ли работодателю соблюдать хорошие условия труда на своем рабочем месте. Оказывается, что очень выгодно. Во-первых, существуют, конечно, штрафы. И если в этом году пока что дали послабление в этом направлении, то есть надзорные органы пока не выезжают на места и не накладывают особенно штрафы. Количество штрафов, скажем, снизилось из-за этого. Но со следующего года, если мы запустим ситуацию и ничего не будет делаться, во-первых, пострадают работники в первую очередь, а потом пострадают и работодатели, в том числе и в бизнес-структурах. Поэтому мы сегодня, как профсоюз, профсоюз должен быть вообще в каждой организации, потому что он входит в структуру и комиссии по охране труда, и у полномоченные представители отработников, и заключается сегодня коллективный договор в котором прописана как раз глава по охране труда, сколько туда закладывается средств, что нужно делать. Ведь все, и средства индивидуальной защиты, они тоже под контролем профсоюза. Уполномоченный отработников должен все это будет контролировать. И потом я хочу сказать, что есть еще так называемые предупредительные меры. это касается фонда социального страхования. Те страховые выплаты, которые учреждения, в том числе и бизнес, переводят в фонд социального страхования, они до 30% могут возвращаться на предупредительные меры в организацию. Значит, 20% может возвращаться на покупку СИЗов, ну и приведение остальных мероприятий по улучшению условий труда. А вот 10% может направляться на санаторно-курортное лечение лиц предпенсионного и пенсионного возраста. А можно и вообще все 30%, которые они переводят в фонд социального страхования, использовать на санаторное лечение. А ведь сейчас, вы знаете, все у нас, ну практически многие переболели коронавирусной инфекцией. И не только медики, и в народном образовании, и в культуре, и на предприятиях. И они тоже требуют реабилитации. Тоже этот вопрос мы тоже поднимали. И, кстати говоря, с Владимиру Абдуалевичу Васильеву мы этот вопрос обговорили о реабилитации и наших медицинских работников, вообще населения Тверского в наших санаториях. Вот за счет как раз вот этих средств на предупредительные меры. Мы вот сказали про биологическую опасность, а что говорить про физическую опасность. Допустим, мы знаем, что состояние многих больниц, я не говорю сейчас конкретно о нашем регионе, я говорю в принципе в целом, о сельских больниц, муниципалитетах или ФАПах, которые находятся в таких зданиях, которые в принципе не предназначены для этих целей. Но тем не менее они есть, потому что выхода-то нету. Как говорится, какое здание есть, такое и выделено. Как здесь быть, если условия не соответствуют, да, вот физические, потолок, грубо говоря, валится, или же какие-то проблемы со зданием? Да, я хочу сказать, что в нашем Тверском регионе мы действительно в прошлом году вместе с нашим социальным партнером Министерством Здравоохранения Тверской области с руководителями учреждений, кураторами этих районов выезжали в районы и смотрели условия труда наших медицинских работников, а также те учреждения, куда приходят и наши пациенты. Вот, они же приходят тоже, точно такие же в аварийные, вот, некоторые аварийные, опасные для нахождения в этих помещениях, значит, не только санитарные нормы, вот, но они просто являются аварийными, эти помещения. И вот можно сказать это про Максачхинскую поликлинику, которая уже более 100 лет существует, деревянное здание, туда приезжал, конечно, и наш губернатор Игорь Михайлович Руденя, там же к нему обращались и наша представитель первичной профсоюзной организации, мы, областной комитет, к Игорю Михайловичу обращались за то, чтобы помочь перевести вот из старого здания аварийного, где рушится потолок, где санитарные нормы не соответствуют никаким СанПИНам. Вот, и после того, как мы обратились все-таки еще и в ЦК, профсоюза работников здравоохранения, к домникову Анатолию Ивановичу, председателю ЦК нашего, который, соответственно, обратился тоже к Игорю Михайловичу Рудене, процесс с мертвой точки сдвинулся. По нашей просьбе Игорь Михайлович Рудене из областного бюджета выделили деньги более 4 миллионов и на сегодняшний день уже все медики переехали в новое отремонтированное здание первого этажа стационара Максахихонской ЦРБ и уже там в нормальных условиях принимают наших пациентов. Кроме того, мы посмотрели фельдшерско-акушерские пункты, 19 фельдшерско-акушерских пунктов мы в прошлом году смогли посмотреть. Новые фельдшерско-акушерские мобилизии, те, которые модульные, они в отличном, хорошем состоянии. А вот те, которые уже существуют многие годы, конечно, там не удовлетворяют санитарным нормам, и, конечно, вот эти фельдшерско-акушерские пункты, как мы договорились с Министерством здравоохранения нашей Тверской области, будут заменяться модульными. Программа у нас в Тверском регионе есть, и на каждый год будет планироваться определенное количество этих модульных фельдшерско-акушерских пунктов. это первичная наша помощь, у нас сейчас самое главное это раннее выявление заболеваний, а как раз это фельдшерско-акушерские пункты и поликлиники. Если мы там будем, сделаем нормальные условия для работы, значит, будут выявляться ранние выявления заболеваний, будет раннее лечение, и наши жители будут здоровыми. Опять видим взаимосвязь, да? Взаимосвязь, конечно. Ну и позвольте мне добавить, здравоохранение Курского региона, Курской области, также сейчас проходится масштабное реформирование, улучшение материально-технической базы. В настоящее время у нас уже в этом году введен новый инфекционный корпус в областной клинической больнице, в котором сейчас проводится лечение супер современной на сегодняшний день пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В настоящее время у нас капитально отремонтированы и введены в строй также новые ФАПы в центральных районных больницах. У нас капитально отремонтированы центральные районные больницы. В частности, вот буквально перед первым мая мы посещали нашу Черемисиновскую центральную районную больницу, где капитально отремонтирована поликлиника, детская поликлиника. В настоящее время также проводятся капитальные ремонты еще в трех городских больницах, поликлиниках города Курска. И буквально вчера у нас дан старт строительству областной детской клинической больницы. Заложен первый камень и вот нашим губернатором Романом Владимировичем Старовойтом также заложена капсула к потомкам жителям 2072 года с посланием. Через три года у нас будет новая современная суперсовременная детская клиническая больница. Хочется отметить, что если как-то резюмировать все сказанное, то можно сказать, что очень важным моментом является профилактика. что включает в себя профилактика безопасности труда, профилактика охраны труда, какие-то мероприятия, они, наверное, должны как-то проводиться систематически, регулярно и со всеми категориями трудящихся. В принципе, это как раз новый подход к охране труда, профилактика, предупреждение заболеваемости, ввод нового понятия микротравмы, потому что микротравмы тоже могут стать причиной и профессионального заболевания, это здравоохранение, и в целом полученного заболевания, подтверждением, но это все идет в пользу работников. Ну и, конечно же, у нас остаются на должном уровне и медицинские осмотры, без этого никак нельзя, и сегодня вот те новые изменения, 29-Н приказ Минтруда, сегодня все работники медицинских организаций обязаны проходить медицинские осмотры. Сегодня на должном внимании уделяются уровню психиатрических освидетельствований работников медицинских организаций, с учетом той специфики работы, которую мы делаем. профилактика безопасного труда это тоже обучение, это проведение стажировок, то есть, в принципе, та программа, по которой раньше работала охрана труда и они продолжают развиваться и вот с введением новых документов, новых требований, они более жесткие, требовательные, ну и, конечно, работа большая в охране труда предстоит. Я хочу еще добавить, что вот в этом направлении хорошо сработала Курская профсоюзная организация. Она застраховала, такая профсоюзная страховка наших медицинских работников, членов профсоюза от травм и несчастного случая на производстве. То есть, выпущен, ну, может быть, вы сами расскажете, Светлана Владимировна, что же я ваш хлеб. Да, детальный анализ производственного травматизма и вообще заболеваемости медицинских работников нас подвел к тому, что нужно заботиться о наших работниках, нужно их оздоравливать, нужно адресно им помогать. И с этой целью у нас 1 января стартовала программа профсоюзного страхования. Каждый член профсоюза нашей области, работник здравоохранения, получил адресный именной профсоюзный сертификат, который дает право на единовременную материальную помощь в случае получения травм на производстве. Программа у нас уже заработала в настоящее время. У нас, к сожалению, есть случаи травматизма, но это легкие случаи. И работникам уже вручены профсоюзные страховки. Также и мы, по примеру Курской организации, тоже сейчас развернули эту программу и тоже выпустили профсоюзные сертификаты. И все члены нашего профсоюза имеют такие профсоюзные сертификаты. Я можно еще добавлю. Здесь, конечно, вопрос профсоюзного страхования никак не связан с профилактикой, а больше с материальной поддержкой, потому что, сами понимаете, лечение, травмы, это и моральная, и материальная составляющая любого работника. И несмотря на то, что работнику предоставляются льготы, установленные государством, все равно он должен чувствовать заботу и поддержку, в том числе и профсоюза. И вот эта идея к нам пришла после заседания наших внештатных профсоюзных инспекторов, где был поднят вопрос о том, что, к сожалению, молодые специалисты, приходя в отрасль, начиная работать на той же скорой помощи, они буквально были случаи, отработав 3-4 месяца, получают травмы, а выплаты, учитывая то, что у них нет производственного стажа, выплаты незначительные, то есть по нетрудоспособности. Поэтому вот, в принципе, вот этот вопрос мы обговорили и решили, что мы должны поддержать материально. Что это нам дает? Нам дает контроль, люди заинтересованы, чтобы любой случай, чтобы не было скрытых случаев, чтобы любой случай расследовался и работник в последующем получил какой-то вопрос. А вот хотелось бы уточнить, говорим о таком понятии, как микротравма. Что включает в себя это понятие? Это какая травма? Что это может быть? Что подразумевается? Какие случаи? Вы знаете, что такое микротравма? Обычный порез листом бумаги на руке пальца это микротравма. Синяк, ссадина. Если мы понимаем вовремя не оказать помощь, эта травма может привести к последствиям, к заболеванию. И как раз учет микротравм, он должен стать основанием для связи этого заболевания с производством. Хочу сказать, у нас есть специфика в медицинских организациях в силу тех санитарных требований санитарных правил у нас уже ведется учет. Как у нас медики говорят, учет микротравм. На самом деле у нас ведется учет в рамках профилактики инфицирования ВИЧ-инфекции учет аварийных ситуаций. То есть если у нас каждый пациент это потенциальный источник опасности, поэтому попадание биологической жидкости либо порез, укол инструментом, которым уже оказана материальная прошу прощения, оказана медицинская помощь человеку, если здесь укол, порез бывает медработника, то здесь принимаются определенные меры профилактики, в отличие от тех мер, в которых мы говорим о микротравмах. Микротравмы мы расследуем, они не несут потерю трудоспособности, то есть можно просто упасть и заработать синяк. Вот это будет микротравма. Здесь никаких рисков, никаких опасностей, будем говорить, больших нет, и никаких затрат не нужно проводить. А вот когда речь идет о профилактике ВИЧ-инфекции, здесь идет и определенное лечение, если подтверждается, что пациент был инфицирован. то есть, вот как-то так. То есть, грубо говоря, хирург аскальпель или какой-то инструмент порезался, то, соответственно, будут проводиться какие-то мероприятия. Это аварийная ситуация, если пациент будет инфицирован тем же гепатитом или ВИЧ-инфекцией. А если не будет инфицирован? У нас, понимаете, как... Будет ли это микротравма? Вот этот порез самый, об инструменте? Это будет микротравма в рамках тех требований, которые сегодня определены трудовым кодексом. Но и это будет рассматриваться как аварийная ситуация при оказании медицинской помощи пациенту, если попадает, но этот скальпель уже им оказывался он использованный. И здесь уже будет рассматриваться как аварийная ситуация, где нужно проводить определенные мероприятия с полученной травмой и в целом с пациентом. А что касаемо в принципе травм, полученных на рабочем месте, каждый же случай наверняка как-то отдельно разбирается, рассматривается, принимаются меры. С законодательством определены такие меры. Это 227-я статья и так далее по Трудовому кодексу. Сегодня в проекте рассмотрения тоже нового нормативного акта, кстати, Центральный комитет профсоюза и мы регионы активно принимаем участие и принимали участие в обсуждении всех тех проектов нормативных актов, которые сегодня вышли. И вот как раз сегодня в рассмотрении пока в этом вопросе расследования травмного производства изменений нет, то есть остается все так, как есть. А вот в последующем проект приказа рассматривается, готовится, может какие-то будут дополнительные изменения. Ну, порой нужно отметить, что за многими работниками нужно вести контроль, потому что мы же знаем, люди разные, да, для кого-то правила безопасности это очень важно, те же самые СИЗы, а кто-то может пренебрегать, понадеясь на свою какую-то, да, на свои силы или еще что-то, или может быть просто пропустить, забыть или еще что-то. Есть ли какой-то контроль в принципе над самими работниками? Вы знаете, ну, скажу, что контроль со стороны уполномоченных в структурном подразделении, да, но мы должны, наверное, больше доверять и самоконтролю, то есть воспитывать в каждом работнике культуру охраны труда. А здесь опять же профилактика. Да, каждый должен смотреть, информировать работодателя своевременно, не умалчивать о каких-то опасностях, может, неисправных дефектах пола, может быть, отсутствие спецодежды, может, приходит спецодежда в неисправное состояние раньше срока ее действия, то есть работник информирует, службы должны принимать решения, это тоже профилактика. И работники должны, конечно, сами вести. Ответственно относиться к своему исполнению должностных обязанностей. Это никто с нас эту ответственность не снимал, и, безусловно, работодатель, в отделениях это старшие медицинские сестры, это заведующие отделением, они несут ответственность за это. И вы знаете, сегодня на пленуме прозвучала фраза, какие средства, это более 140 миллионов в целом затрачено на мероприятия по охране труда, это огромные суммы, об этом нужно тоже говорить работникам, чтобы работники видели, они понимают, что проводятся медосмотры, только они не знают реальную стоимость всех мероприятий, тех средств, которые затрачиваются работодателям на обеспечение безопасности. Те же СИЗы, которые используются не только в сфере здравоохранения, но и на производствах и других каких-то сферах, они тоже же стоят денег, что вы говорите. И вот о затраченных, в том числе затраченных средствах, о тех мероприятиях работодатель обязан обеспечить систему информирования. А если такая ситуация произошла, что что-то произошло из тех ситуаций, которые вы перечислили, работодателю было сообщено, но меры никаких не предпринято. Куда, в принципе, работник может пожаловаться? И куда жаловаться, если, допустим, его условия труда не соответствуют? Как ему на себя обратить внимание? Первое, в профсоюзную организацию? Ну, начиная с комиссии по охране труда непосредственно в организации, у нас работает система полномоченных лиц профсоюза, специалисты по охране труда, раньше это были, назывались инженеры по охране труда, ну, и у нас еще есть такие надзорные органы, как государственная инспекция по труду, да. Ну, и, конечно, первостепенно это руководитель того подразделения, в котором он работает, либо, если это работа повышенной опасности ответственному лицу. Но, в любом случае, о таких моментах молчать не стоит? Нет, конечно. Просто человек подвергает себя опасности. Если на нем не надето средство индивидуальной защиты, он подвергает себя опасности. А если он заболеет, болезнь может протекать тяжело, он может получить инвалидность, и он может вообще уйти с производства. А и производство потеряет. То есть, не человеку невыгодно, так сказать, не соблюдать охрану труда, не работодателю. Потому что человек может заболеть, а работодатель может потерять. И чем больше человек болеет, тем больше работодатель будет терять и у нас производительность труда. Еще важный момент. Работник может, если нарушены его права в части безопасных условий труда, он может отказаться от выполнения этой работы. и тогда простой будет, если действительно факт подтверждается, простой будет оплачиваться по вине работодателя, что он не обеспечил. Те же СИЗы, может быть, не обеспечил своевременные испытания оборудования, работу опасного оборудования, те же наши сепаровые стерилизаторы. Поэтому здесь работник имеет право, это в Трутовом кодексе прописано. Что можно сказать о опыте профсоюзов в надзоре, может быть, в работе с лицами, которые обращались с такими вопросами, особенно за прошлый год какие-то обращения были? Да, конечно. Вы знаете, у нас вообще за последние два года безусловно были обращения в профсоюз по поводу условий и охраны труда, а также по поводу социальных выплат. И раньше они были стимулирующими, потом государство перевело их в социальные выплаты. И безусловно, вот те обращения, которые были, скажем, я могу привести пример, скажем, Красного Холма или там же Максахинская ЦРБ и еще ряд других учреждений после обращения к нам мы все это решали либо с фондом социального страхования, либо обращались в прокуратуру. Но иногда нам это удавалось решить в апелляционной комиссии. То есть у нас еще есть апелляционная комиссия на уровне Министерства здравоохранения, куда вхожу, собственно говоря, и я. И если работники обращались по поводу не выплат страховых, не выплачивали страховые выплаты, то как раз вот здесь мы их вопросы решали. И, кстати говоря, сегодня представители фонда социального страхования выступали, сказали, что благодаря и профсоюзу в том числе у нас наибольшее количество страховых выплат медицинских работников по Центральному Федеральному округу даже обратили внимание на это, что вот в Тверском регионе в этом плане хорошо работают, и в том числе профсоюзы. Поэтому, безусловно, надо обращаться к нам в профсоюз, в первичную профсоюзную организацию, в областной комитет, и мы всегда поможем, тем более, что сейчас Министерство здравоохранения наше, как социальный партнер, мы с ним приняли отраслевое соглашение, это очень важный нормативно-правовой документ, и на основании его мы можем отстаивать интересы наших работников, причем всех, и членов профсоюза, но этот документ распространяется и на членов профсоюза. Но, в основном, мы занимаемся, конечно, членами профсоюза, и вот этот документ дает нам право отстоять права по охране труда наших медицинских работников. Ну, я еще добавлю, что да, коллективный договор, это лежит в основе такого принципа, как социальное партнерство, и это один из основных методов выполнения защитной функции профсоюза. Мы стараемся работать во взаимоуважении с нашими социальными партнерами, в частности, кроме отраслевого соглашения с комитетом здравоохранения Курской области, у нас в прошлом году также было заключено соглашение с Государственной инспекцией труда по Курской области, в котором мы также предусмотрели ряд мероприятий, которые позволяют нам совместно работать и, прежде всего, профилактировать вот такие вот моменты. Как важно оставаться хорошим специалистом, но еще важнее оставаться здоровым профессионалом. Напомню, что темой программы сегодня стала безопасность на рабочем месте, это внесение поправок в 10-ю главу Трудового кодекса. Сегодня мы эти вопросы обсуждали с гостями в студии. Это Грек Вячеслав Анатольевич, председатель Тверской областной организации профсоюзов работников здравоохранения. Светлана Николаевна Прокопенко, технический инспектор Центрального комитета профсоюзов по Курской области. И Светлана Владимировна Охотникова была у нас в студии, председатель Курской областной организации профсоюзов работников здравоохранения. Меня зовут Валерия Королева, я с вами прощаюсь, не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова